Главное достояние Анапы это, конечно же, центральный песчаный пляж. И обслуживают его специалисты предприятий объединения курортных услуг. Как проходит их рабочий день, расскажем прямо сейчас. 6 часов утра, пока весь город спит, здесь уже гремит работа. Именно гремит. Рабочие первой смены заводят моторы спецтехники. Пока отдыхающих нет на пляже, чистят, подметают, моют и просеивают песок. 25 километров побережья, почти 5000 квадратных метров. Сегодня работают 5 единиц спецтранспорта. Два грибка прочесывают пляж, две машины для вывоза мусора. И пляжеуборочная интернациональная пара, просеивающая песок. Тянет Беларусь, почти ручную работу выполняет шведка. Отсеивает окурки, косточки и мелкий мусор. Песок после ее прогулок чистый и пушистый. Уборку делают ежедневно с утра. Вот и сами можете пройти посмотреть. Там целые команды работают. И очень хорошо работают. Прожив не один десяток лет на курорте, анапчане знают, что и с чем сравнивают. Анапчанка Галина Андреевна на пляж приходит каждый день уже 35 лет. И даже свой день рождения встречает на центральном пляже. Я Анапская. Каждое утро я хожу по морю. Потому что возраст у меня уже очень большой. Мне сегодня исполнилось 73 года. Поздравляю. Спасибо большое. Чистый берег, чистая вода в море для борьбы с комкой буквально на днях. В аренду взяли новый погрузчик. Уже испытали на деле. На прошлой неделе был очень большой выброс комки. Мы вывезли 127 машин комки. Ну и справились мы с этим. Конечно, с помощью главы администрации. Помогли нам с транспортом. Комка – природное явление. Когда вода в море прогревается выше 23-25 градусов, море зацветает. Вот на это отсветение как раз и жалуются отдыхающие. Новый руководитель предприятия объединения курортных услуг Дмитрий Папантопула проблему решил быстро и эффективно. Вывез траву за пару дней и рассказал – песок после такой чистки пляжа возвращают. Мы вывозим. Она там отлеживается, перегнивает. И также потом этот песок у нас идет на отрасу, на пляжную территорию высыпаем. На пляже чисто, чистый, приятный песок. И в системе работы пляжа пятен нет. Несанкционированная торговля и знаменитое пиво «Рыба раки» теперь обещает быть лишь отголоском из прошлого. У нас есть заведующий пляжем, есть мастер пляжа, которые постоянно ходят по пляжам, которые торговля, если как это несанкционировано, это вот есть у нас ходуны здесь, которые приезжают со всех стран и начинают продавать то рыбу, то хохлома. Мы это пресекаем на корню. Не разрешаем ходить по территории пляжа никому. Если человек захотел перекусить, пожалуйста, у нас напротив пляжа есть столовая, есть кафе, оборудованные. Запрещают торговцам и предупреждают отдыхающих. Как напоминают из радиоузла, продукты от частных лиц никто не проверяет. А при 30-градусной жаре они быстро портятся. Из рубки радиоузла каждый час – важная информация для отдыхающих. Доброе утро. Уважаемые родители, будьте внимательны, не оставляйте своих детей без присмотра. Изменения есть. В лучшую сторону подтверждают местные жители и гости курорта. Прихожу каждый день в 7 часов утра. Искупалась и назад. А этот пляж хороший. Ухоженный, хороший, отличный. Ну, пляж вообще шикарный. Ничего не могу сказать. Песочек – это просто обалденно. Здесь очень хорошо. Мне очень нравится. Убирают и следят за ним. Шикарно. Я как марафонец, я могу сказать, что мне очень приятно здесь бегать. Еще одно изменение в лучшую сторону. На пляже – тихо. Есть постановление о запрете на центральных пляжах города Анапы катания, прогул, квадроциклов. Есть определенные места, которые отведены. Там, пожалуйста, пусть. Но здесь ни в коем случае. Нарушителей наказывают. Для контроля на пляже привлекают межведомственную комиссию. Условия для отдыха – единственное, что должно остаться на пляже. И отдых должен быть доступен каждому. Главой администрации города Куратанапы Сергеем Сергеем Павловичем были куплены три инвалидные коляски. Ну, так скажем, они коляски и в то же время в них купаются можно. У нас есть посты, на которых разбитые площадки деревянными настилами. Инвалиды подъезжают на своих колясках, там разворачиваются. Их пересаживают вот в эти коляски инвалидные, ну, они специально для купания. И заводят туда, и они купаются. Для этого у нас все для этого есть. Все для этого есть. На пляже оборудованы и работают медицинские спасательные посты. Дежурят спасатели. Оборудованы душевые и мойки для ног. В бюветах питьевая вода. Для тех, кто не любит прямые солнечные лучи, зонтики и навесы. Все доступно для всех. Новый директор МУПАКУ Дмитрий Папантополо ставит перед своей службой задачу сделать Анапский пляж лучшим на побережье. Работы предстоит еще очень много, но положительные изменения анапчане гости курорта отмечают уже сегодня. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион.